Не кулинарный канал, да, вот, поэтому... У нас разговорческий канал, но мы ездим по гостям, снимаем успешных женщин, а они еще все хорошие кулинарные. Ну, как же без этого. Сегодня у нас долма. Долму. Долму. Долму у нас коричневый рис, органический. Вот жменя, как мама велела. Биф. О, альбиду, давай мы поставим на зеленую. А тот самый рис положили просто эти два вида мяса, которые у нас имелись. Говядинка и баранинка. Да-да-да. Говядина такая постная. А вот это можно и свинину, кто хочет. Я свинину не нашла, приличную, поэтому, в общем, два, я думаю, сойдет. А можно всяким мясо класть? Ну, наверное, да, чего нет. А вот эти делают, да, на Кавказе, наверное, так делают. С бараниной обязательно. Баранина, да, баранина, она дает хороший такой дополнительный вот вкус, который, мне кажется, свойственен. А можно вообще есть стопроцентный? А тут мы гору начистили. Да. Зеленюшки. Зеленюшки. Намечили. Мы сейчас ее всю туда будем дыхать. Можно всю. А чем больше зелени, мне кажется, а можно и не всю, наверное, и хватит. На глазок. На глазок. Жмейню, как мама учила. Жмейню. О, а теперь у нас получается еще что сюда? У нас сюда еще идет вот жареный лучок обязательно, потому что вот на хинкале оно идет просто тертый лук. Много тертого лука, чтобы это был сок. А вот сюда вот он дает хороший вкус. Сколько ты тут три луковицы пожарила? Три луковицы, да. Три луковицы. Больших причем. Больших американских. Порубили. Так тоже надо смотреть пропорции, да, потому что я не уверена, что мы сегодня весь фарш прямо туда. Нет, ну мы все на глазу, как хорошие хозяйки. Надо было не забыть сказать, что у нас не кулинарный. Не кулинарный канал, да, вот поэтому. У нас разговорческий канал, но мы ездим по гостям, снимаем успешно. Женщин, а они еще все хорошие кулинары. Ну а как же без этого. Вот сегодня у нас долба. Ну, конечно, соль у нас тоже надо, вот, наверное, сколько. Ну, это надо пробовать, на самом деле. Ну, ложку соли, да. Вот фарша много. Фарша очень много. Да, фарша много. Миска огромная. Так, а ну-ка, давай мы с тобой возьмем. Мелесу на любом добавлять? Да. Ну, великолепно. Как-то есть, а это же у нас кавказские блюда. Кавказские блюда? Кавказские блюда? Смотрите, тут шкафчик, пожалуйста, а то он нам мешает делать красивые блюда. Так, и надо нам хмели-сюнели. А там, по-моему, соли нет у нас, да, дополнительно. Ой, сейчас кого-то как. Обращу на кого-то внимание. Ну, тоже, наверное, и хватит. Там, в основном, кориандр же сушеный, да? Да-да-да, там травки хорошие. Все такое, что не будет против. Кто любит острое, там можно острое. И, по-моему, тогда еще нужен чеснок. Давайте чеснок. Посмотри. Может, тоже посмотри. Если вы вчера вместе с нами сделали чеснок, то можно не давить новый, а вытахнуть тот, который вторые сутки заживает. Очень удобно. Везде удобно раскидывать. Все, там и соль, еще. Там и соль. А дальше начинаем месить. Вот так берем чистыми руками. Чистыми руками начинаем все это перемешивать. Мне уже говорилось, что у меня мама после общепита и маленькими порциями я готовить не умею. Вот и хорошо. У нас тут столько народу было и столько нас кормили, что очень даже прилично, что нету маленьких порций. Мы сегодня больше доедали. Это был третий день борща. Да, и некоторые только на третий день его начинают есть. А мы уже закончили. Ой, как было вкусно. У меня прямо сейчас слюна. Да? Сегодня было вкуснее, чем вчера, и безусловно, вкуснее, чем позже. Потому что меньше осталось. И поэтому уже чем меньше остается, тем вкуснее. Не знаю по поводу меньше, не меньше, но точно вкуснее. Потому что вчера я не дала себе выдавить лимончик, а сегодня дала. И я без сметаны, я думаю, попробую без сметанки, если я уже захочу, сверху брошу сметаной. Не захотела. Захотела вот ложку чеснока вот этого нашего давленого и пол лимоночки туда, наверное, мне выдавили. Боже, как было хорошо. Правда, с лимоном, да? Да, вкусно, оно кисненькое получается еще. Да, очень вкусно, очень вкусно. При том, что я когда готовила, я туда положила, наверное, лимона 4, ну, большая кастрюля. И вместо сахара, я не всегда, у меня есть сахар, я кладу тертое еще яблоко из такого, что я придумала. Ну, что же сладкое, да, какое-то. Потому что мама меня учила, что там должно быть на 3-х литровую кастрюлю 2 столовые ложки сахара. Угу, в борщ вы кладите сахаром. Борщ, да, да, да. Витя, я никогда не добавляла. Он должен быть здесь и кислый, и соленый. Это вообще как хороший, там, вот алкогольный коктейль, он должен, там, меня учили делать квадрат такой алкоголем процентное соотношение соленое, кислое и сладкое соотношение. Вот этот борщицком заливайте и никогда не заболеете. Да, да, ну вот, оно все равномерно, мы так это перемешиваем, перемешиваем. И будет нам всем вкусно и сытно. Сейчас научусь, я никогда не делала долну. Долну? Угу. Может быть, оно и не так, кстати, готовится. Ну, никто же не знает. У каждой хозяйки свой рецепт борща. Вот у меня без сахара был, теперь будет сахаром. Я делала, между прочим, всегда голубцы. А там вот же, помимо риса и фарша, фарш тоже смешивайте, какие хотите. Ну, понятное дело, что там не виноградные листья, а капуста. Капустные листья, и там жареного много лука, морковки много. И что еще? Ну, все, да. Здесь морковки нету, понятное дело. А, и сметану. А вот здесь тоже сметаны нету. Вот там чем больше сметаны, голубцов. Прямо в тесто, что ли? В тесто немножко, фарш в середину и соус. Соус-то понятно, а фарш я не добавляла. То есть, фарш тоже, потому что оно такое нежное делает такое мяско. Опять повышает калорийность, что нам худым надо. Очень надо нам худым, да. Вот, и все такое. Ну, все, вроде вот так намешали хорошо, смотрите. А дальше у нас уже идет... Что такое, большой лук, что ли? Ну, это мы на этом экспериментируем. Пропустили, нормально, пропустили один. Так, а дальше... А, ложечки мои родные, что творится в этом мире? Вот они берут просто и получают, покупают. Это вы в каком? А это надо смотреть, значит, во всех халяльных магазинах, там, где восточная кухня. И надо смотреть еще... У нас это глобус, глобус. В общем, вот такой вот, где у нас международная, там у нас сборная солянка всех народов мира. Вот надо обратить внимание. Да, это очень вот такая... Божечки, сейчас меня аж научат это делать, теперь будем выписывать листы. Так, это очень же удобно. Да-да-да-да. Ой, я люблю всякую национальную кухню. Легенда гласит, что в бакинском магазине, где продавались не продуктовые товары, какие там товары продались... Ну, повседневного спроса у нас все равно. Да-да-да, галантерей нет. Это же не раньше имели какие-то все... В общем, да, и там стояли разного размера кастрюльчики. Ну, потому как принесли кастрюльчик. Я когда открываю, смотрю на кастрюле, я сразу вспоминаю, мне что нужны маленькие... Значит, маленькие кастрюли там назывались кастрюльчик, среднего размера кастрюля и большая кастрюл. У нас кастрюля или не кастрюл? У нас кастрюля. Это среднего размера. У нас борщ мы варили в кастрюл. В кастрюл, да-да-да. Настоящая большая. Там, наверное, литров пять было в том... Пяти, наверное, да. Большая... Да, вот мы можем сравнить вот это, значит. И у моей мамы еще была выборка. Выборка была у всех. Выборка была у всех. Вот такая вот кастрюль. Поставьте рядом с кастрюльчиком. Кастрюля и кастрюль. Сделай относительно, да. Кастрюля и кастрюль. Берем кастрюльчик. Берем. Да, вот это вот нужно так вытащить, знаете, чтобы оно не порвалось. А они какие-то запихивают даже... Сейчас первые крути, а потом мы все подключимся, потому что процесс будет понятный. Значит, процесс будет понятный. Что мы делаем? Мы вот так берем и препарируем, да. На самом деле, вот это нам не надо, потому что оно не кушается, только лишнее занимает место. Они кисленькие и соленые уже. Есть на самом деле даже крутилка для долмы, вы знаете? Я видела, да, закручивают в этом. Да, такие маленькие трубочки, а я вот так, как эту, лялечку. Вот так вот. И смысл такой, чтобы их плотненько укладывать друг с другом, как и голубцы. Хорошо. Они друг дружку будут поддерживать, и рис будет набухать, да, и он не будет, в общем-то... Если маленькие листики, то есть смысл, наверное, и второй положить. Мне очень нравится, когда их несколько. Но они не маленькие. Они не маленькие, они хорошие, да. Они хорошие. Препарируем, мне слово ваше понравилось. Ну, практически. Ой, это что-то много, много. Сейчас моем руки. У тебя это уже все чистенько. Я мою руки, я держала камеру. И будем крутить. Будем крутить, да. Главное плотненько, да, вот так вот завернуть. Вот это все, да, и вот так вот мы делаем. Вот что-то там порвалось, но ничего этого достаточно. Вот он такой вот ладненький. И плотненько, плотненько. Да, вот такими рядами. У нас получилась красота. Представляете, полное кастрюлище. Плотненько. Плотненько, хорошо. И мы сейчас посвятим. Вот сюда, чтобы оно уже было у нас кипеть. Какая красота. Вот еще куда-то впихнуть нам. Где-нибудь впихнуть нам. Как он же. И давайте вот эти листики сверху, да, вот так вот, чтобы оно меньше. И мы их съедим. Мы их все съедим. Так, а потом зальем водичкой наполовину. И поставим, сначала доведем до кипения, а потом поставим на медленный огонь, чтобы оно так кипело часа полтора. Ой, даже вот так холодно. Да, да. Оно тогда будет мягенькое, вкусненькое. Фарш, то понятное дело, можно будет кушать уже через полчаса, после того, как оно закипит. Потому что там что, фарш, рис, да, тоже полчаса будет достаточно. И воду нужно подливать. Там уже будет видно, потому что рис же будет забирать, впитывать, да, набухать. И водичку нам нужно будет, даже, наверное, на три четверти нам нужно налить воды. Все. Хорошо. Спасибо большое. Потом покажем кондичный рис. И соус. Соус потом будем еще делать. И соус еще хорошо. Здесь у нас петрушечка, кимзы немножко. А, это то же самое, что мы клали же. Остатки роскоши. А, это остатки наши. Это у нас сметана осталась немножко. Но кто хочет быть такими же прекрасными и упитанными, как и мы, кладите всю сметану. У нас сметана закончилась, потому что мы борщ только закончили есть. И у нас йогурт остался. И вот тогда мы уже это все делаем. Йогурт, он у нас менее калорийный, как вы знаете, чем сметана. Ну, а по рецепту, почему бы и нет. Соуса мне нравится, когда много. Опять тоже на глазок. Ну сколько, половина, да? Все убавили в большом литре банки. Да, да, да. Мы же будем поливать. И сюда ту зеленушку, которую вы любите. Был зеленый лучок. Еще раз кинзу. Петрушка у нас уже там находилась. Вот так вот. И угадайте, что еще? Еще? Секретный ингредиент. Наша банка. Вот чеснока я люблю по многое. Мы, наверное, туда это все и выбросим. Потому что у нас уже борща нет. Борща нет, мы выкидем пока сюда. Все туда. Чеснок к делу. Я его очень острым не буду делать, потому что рассчитываю на то, что дети тоже присоединятся к нашему празднику жизни. Вот. И он будет такой средней остроты. И перемешиваем это все. И вот это вот, это тоже такое. Насколько я знаю, в Кавказе делают соус этот из мацони, чеснок обязательно и кинза. По-моему, все. А я вот что в холодильнике нашла. Туда вот все. И посолить, потому что, по-моему, у нас там будет недостаточно соли от нашего чудо-чесночного соуса. Так, скажи, пожалуйста, мы это потом будем туда же в кастрюлю? Нет, нет, нет. Это у нас идет соус, которым мы будем поливать уже готовые сверху. Уже на тарелочке? Это подача, когда у нас будет уже. Это мы будем их... Потому что само по себе у нас же там нету масла никакого. Они будут очень постными наши... Как они называются? Далминки. Далминки. Далматинки. Да, у нас будут они постными. Все это зависит от жирности мяса. У нас там баранина, если вы помните, была такая жирника. Хорошая. А постная была говядина. А вот это вот будет добавлять нам вот такой соус, в общем. Будем макать или сверху, и вы увидите. Ничего от вас не скрою. Да, да, да. Да, вот такая подача. Можно, конечно, сбоку положить, тогда человек может регулировать количество вот этого всего. Скажите, пожалуйста, вот, что в завершении нашей программы, что вы желаете нашим зрителям всего самого доброго. Потому что сегодня самый лучший самый день и самая вкусная еда. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.